Всем привет! С вами Андер Уилд и его ведущий Степа Вулф. Я нахожусь на очередном объекте. Это несколько заброшенных пионерских лагерей, находящихся в непосредственной близости один от другого. Состояние тут, конечно, полностью разрушенные здания, полностью раздестроенные коммуникации, но посмотреть все равно интересно. Так что сейчас я сделаю краткий обзор, постараюсь быстро проехать эти лагеря на велосипеде, потому что они все-таки разбросаны на некотором отдалении друг от друга. И рядом еще здесь находится деревня, но деревня это громко сказано. Пока что, насколько я понял, там находится всего один дом. Там за деревьями виднеются корпуса этих пионерских лагерей. Есть более новые корпуса кирпичные, есть совсем старые разрушенные здания. Видно, что тут давно никто не ходил. Здание достаточно старое. Сейчас я пойду посмотрю, что там находится внутри. Причем интересно, что крыша хорошо сохранилась у этого здания. Вот такие вот комнаты. Сейчас пройду в следующую комнату. И с этой стороны дальше прохода туда нету, но видно, что там есть еще помещение. И вот за стеной, через которую не было прохода в другое помещение, видно, что здесь очевидно, в другом помещении находились душевые. Ну и как часто было принято в советское время, вот такая вот стеклянная плитка. Ну а вот, собственно, и входы эти душевые. Пол здесь провалился. Само это помещение. Точно тяжело сейчас сказать, что здесь находилось. Или душевые. Или туалет. вот еще домик с надписью Котельная 33 и сохранившимся навесным замком. В домике в этом практически полностью разрушена крыша. Рядом с этим лагерем находятся лесозаготовки. И вот еще одно здание. Сейчас тоже бегло его осмотрю. Тут идут вот отдельные входы в помещение без окон. Скорее всего, это были какие-то технические помещения для хранения инвентаря, возможно. Вот эти три здания со стороны дороги. Правда, дорога полностью заросла. И сейчас представляет из себя такие вот заросли травы и кустарники. Ну а я отправился в корпус, который видно было с дороги. Современный корпус. Корпус оказывается достаточно большой. Взять множество переходов. Различных помещений. Различных помещений. Здесь, кстати, вот есть в темноте можно не заметить такие вот проемы в подвал. Подвальное помещение. И подвал достаточно глубокий. Здесь есть проходы на второй этаж. Сейчас я туда отправлюсь. по одной из лестниц. Один из проемов в подвал. Я сейчас отправлюсь наверх по одной из лестниц. Здесь их по крайней мере я уже видел две. У здания есть еще третий этаж. Но вот в этом крыле лестницы на третий этаж отсутствует. И опять же, очень много. Очень много проемов. Да. Первый этаж и в подвал. Поэтому надо очень внимательно смотреть подруги. Здесь вот, видимо, были щитки под электрическую разводку. вот вот еще одна лестница. Так что, получается уже, что здесь три лестницы, которые по которым можно попасть на второй этаж. Ну а я сейчас прогуляюсь по балкону. И пройду к лестнице, которая находится в другом крыле. Возможно, оттуда можно подняться еще выше. Вот та часть здания, которая была видна от старых построек. И вот, собственно, эти виднеются домики, в которые я заходил до этого. крыла. Ну а я, пожалуй, пройду еще в одно крыло. Если в него сохранился проход. А проходы, к сожалению, здесь на втором этаже нету. Можно пройти через первый этаж. Сейчас я попробую это сделать. Вот такая вот лестница здесь ведет вниз. вот так я быстренько попробую пройти по переходу в примыкающий корпус. Какая симпатичная труба идет из подвала. Наверное, это была вентиляция. интересная комната с битумной изоляцией. изоляция сложно предположить, для чего она могла быть сделана. с битумной еще от комнаты тоже с нанесенной битумной изоляцией. а дальше была сетка. Вообще интересно предположить хотя бы значение этих помещений. они находятся в крыле жилого корпуса. Ну а рядом с лагерем находится склад лесозаготовок. так вот все это внушительно выглядит. Я продолжаю свой путь. Рядом находится помещение погреб обвалованной землей. здесь совсем небольшое помещение. И рядом еще один похожий пуголь. заваренный сгнившими молодыми елочками. лагеря этот находился на берегу небольшой реки. Прямо на берегу еще какая-то постройка. Сейчас подъеду туда посмотреть что же это такое. Вот прямо это само помещение с симпатичными надписями. И внизу находится колодец большого диаметра метров порядка 4 наверное полностью затопленной. Вот по пути мне попался еще один домик. Ну а я продолжаю двигаться дальше дабы успеть побольше осмотреть что же здесь в окрестностях еще.